Девушки отдыхают Самый современный, умный телевизор Они получают данные из результатов голосований, счетов за электроэнергию и водосношения Еще до кризиса британцы привыкли получать услугу бесплатно И тут внезапно все цифровое стало бесплатно Но люди забыли, что если с тебя не просят денег, значит ты не сдавай Технологии заставляют капитализм работать во зло людям, но верно и обратно Старший научный сотрудник Альфи о больших данных на службе крупных компаний Случилось вот что Как только смартфоны и другие высокотехнологичные устройства Стали доступны продуктам массового потребления Люди поменяли свое право на личную жизнь и комфорт Людей настолько привлекла доступность высоких технологий Что частное пространство потихоньку отошло на второй план А потом и вовсе исчезло Именно доступ к личным данным делает крупные технологические компании вроде Блюд настолько всесильными И не только в ярком смысле Разумеется, люди нервничают и боятся того, что могут сделать с их данными Любого можно отследить и найти Увидеть, чем человек занимался в определенное время Но я думаю, есть более сложные причины того, почему эти данные используются корпорациями, чтобы контролировать общество Прогностические технологии, разработанные корпорациями, не только позволяют узнать, что мы собираемся делать, но и влияют на паттерны наших передвижений Технологии могут предлагать людям маршруты и места для посещения Кафе, рестораны и даже музыку Эти предложения не просто основаны на наших вкусах Они влияют на то, куда люди ходят, что едят, где встречаются, как используют городские пространства Лондон стал местом, где небольшая группа капиталистов, вроде Блюн Может контролировать перемещение людей и управлять ею И по сути тем, как люди живут, что делают, что любят, в общем, жизнью, которую они ведут Мы позволяем принимать за нас решения другим людям Даже не людям, а капиталистическим корпорациям И в этом есть нечто пугающее Эти технологии могут использоваться не только для того, чтобы сделать из нас идеальных потребителей Но и для того, чтобы при необходимости держать нас в узде В других странах, например, задействовали функции теплокарт Чтобы идентифицировать массовые скопления людей Могут даже предлагаться награды за выбор другого маршрута Могут изменяться данные о трафике Чтобы помешать людям собираться вместе и протестовать Это уже происходит в авторитарных странах по всему миру Перед нами не просто набор технологий, делающих из людей идеальных потребителей Эти технологии могут использоваться для предотвращения радикальных действий А значит, в будущем любая революционная сила будет ограничена в своих средствах